привет друзья вы находитесь на канале follow you dream следует за мечтой канал путешествий и мы находимся сейчас в румынии начинается наша новая 5 серия в наших приключений давайте ее смотреть вместе говорится и снова здравствуйте стопили мы возле городка где нас высадили стопили стопили того мы заступили все тех же французам и заступили мы снова в этом же доме на колесах и они нас еще подвезут к следующему городу следующий раз друзья румыния мы в городе константа крупный город румынский вот какой-то кораблик находится нас остановили возле большого шопинг-центра там ашан декатлон каррифур идем в эти супермаркеты будем там заряжать нашу технику возможно помонтируем ну что друзья мы находимся в торговом центре каррифур городе константа находимся мы здесь пять часов уже примелькались тех охране работникам уборщика супермаркет или как его назвать гипермаркет полностью пустой а мы вот сидим здесь монтируем для вас видео смотрите нас наши старания должны как-то поощряться вами виде лайков для вас она несложно для нас приятно друзья мы находимся в румынии это город констанца констанца мы находимся фактически на ее окраине недалеко от большинства торговых центров здесь находится каррифур декатлон вот строительный супермаркет здесь нас высадил водитель который подвез нас с предыдущего какого-то села где нас высадили второй раз французы и увидели такую небольшую полянку которая наверно к нашему счастью огорожена вот такими лентами и сюда никто не заходит вон там находится трасса здесь какой-то объект и вот такой небольшой посадочки мы здесь обосновались место просто кишит громадными улитками мы их тщательно убрали чтобы их не раздавить но к сожалению нескольких мы все-таки раздавили здесь мы уже находимся второй день вчера мы приехали сюда днем и сразу пошли в торговые центры для того чтобы зарядить наши гаджеты а заодно и помонтировать видео очень пасмурно сегодня целый день и очень холодно сегодня очень холодно мы решили не стопить остаться здесь рядом магазины рядом цивилизация туалеты каждая остановка это какие-то деньги и мы сегодня потратились жарим яйца купили яйца по цене как в украине пюре у нас своя рыбка тоже по нормальной цене и хлебушек дешевле даже чем в украине очень вкусный при этом половину дешевле итак друзья как вы видите цены гораздо ниже чем в украине украина я не понимаю почему у нас страна которая столько выращивает пшеницы у нас только муки я всегда считал что на самый дешевый хлеб хлеб в румынии гораздо дешевле всего лишь 75 их них копеек что в переводе на наш это четыре с половиной гривны у нас нет хлеба за четыре с половиной гривны и хлеб очень вкусный в отличие от нашего вот этого который там батоны по 10 гривен это смесь непонятно чего крахмала песка соды и извести половина осталась он был в два раза больше красивый когда ломаешь видно какой настоящий если так можно выразиться вот так ехали в теплые страны а нас опять застег мороз покушаем сразу станет теплее не успели мы до кушать начался дождь спрятались опять палатку у нас тамбур большой будем тут кушать сегодня 8 мая 2019 года мы находимся в городе констанца это румыния целый день мы сегодня провели декатлоне мы здесь целый день монтируем видео это вы не думаете что мы какие-то спортсмены вот здесь такая зона тут отличный интернет высокая скорость безлимитный поэтому мы пришли в декатлон здесь тоже хороший туалет отличный персонал к нам подошли и спросили откуда мы что мы муж к эта помощь нужна может что-то подсказать по автобусам еще где-то говорят вы тут долгое время находитесь мы хотим узнать может вы там потерялись заблудились ли еще что-то мнение все нормально нам нужно уходить или нет они не не оставайтесь без проблем сколько нужно пожалуйста мы всегда рады гостям туристам очень такая хорошая ситуация лена целый день сегодня проводит с планшетом я целый день с ноутбуком подключились зарядки очень все идет замечательно сегодня мы опять вернемся на свое место потому что думали что тут просто подзарядимся оказалось что сели монтировать видео туда сюда уже все вечер сзади меня находится супермаркет кэррфург сейчас пойдем там купим хлебушка он тут очень дешевый да собственно и все воды наберем может там помоемся умоемся не знаю и идем опять на свое место а уже завтра будем дальше двигать серия готова все для вас что было все оперативно потеряли день но наверное она того стоит друзья подписывайтесь ставьте нам лайки нам будет приятно что вы нас смотрите вы как-то реагируете может какой-то комментарий напишите если вам нравится ставьте лайк смотрите подписывайтесь а мы продолжаем друзья ну вот не знаю пиво сегодня три лево умножить на 6 18 гривен два с половиной литра два с половиной литра 18 гривен даже в киеве таких цен нету не ну здесь конечно и дороже пиво ну блин вот это классно я попробовал ну наконец-то вышло солнышко три дня нашего пребывания в городе константа вот в этом вот лесочке мы ждали наступление солнечной погоды было очень холодно лил дождь не было смысла нам стопить но эти три дня которые мы здесь провели они не прошли как-то неплодотворно потому что два из этих дня мы посвятили тому что монтировали видео и именно поэтому наши серии сейчас выходят регулярно мы сделали две серии и теперь направляемся в сторону моря потому что мы находились на окраине города констанца это самый крупный портовый город румынии здесь есть пляж аквапарк в общем город представляет собой наверное какое-то подобие нашей одессы и мы хотим его посмотреть поэтому сегодня мы посвящаем день тому что едем смотреть констанцу ну а конечно же вы будете смотреть вместе с нами поехали дальше черта города констанции мы уже близко от центра где-то два километра до него и мы пытаемся за сити стопить какую-нибудь машину то есть нам всего лишь три километра нужно но мы хотим подъехать во сколько это получится сейчас посмотрим не сложилось у нас как-то с автостопом сити стопом будем идти дальше тут и место такое не очень для остановки карманчик был небольшой останавливаться таксишники да на такси не нужно сори сори за фарабане никто не хочет ехать мы собственно говоря не требуем он чтобы нам брали останавливались да да нет нет идем пешком по первому впечатлению от города попахивает еще совком то есть еще советским прошлым такие же серые дома монументы улицы ничем не примечательны никаким модернизмом все примерно где-то как вот наши старые добрые советские времена только вот вывески рекламы иностранных продуктов в общем несмотря на то что румыния и находится сейчас в евросоюзе но все также где-то наверно она осталась в совке друзья я не знаю что в румынии со здоровьем но вот мы идем по улице буквально через каждых там 10-20 метров аптека 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 медицинский центр опять медицинский центр их просто ну не не знаю какое количество мы наверное прошли около 20 аптек и наверное штук 10 каких-то медицинских центров но это говорит о том что это пользуется спросом значит нация не сильно здоровая друзья ну вот мы и на море это тоже самое черное море что и у нас и в одессе только это румыния констанция громаднейший пляж который наверное сезон забит туристами отдыхающими сейчас здесь никого только мы и одинокие чайки летающие над морем мы идем искать хорошее место под палатку мы здесь наверное останемся полюбуемся морем я увидел по карте map сми что здесь находится родник я уже сходил туда нашел замечательное цивилизованное место покажем вам его обязательно и также нашел место под палатку с обалденным видом на море поэтому сегодня мы остаемся здесь все таки море морской сезон мы в этот раз никуда не спешим не торопимся даже если мы не посетим все запланированные страны это не есть большой проблемой мы отдыхаем мы в путешествии и никуда не спешим поэтому наслаждаемся тем что мы находимся таких замечательных местах на море и будем отдыхать а вы отдыхайте вместе с нами и смотрите как это возможно отдыхать ездить за границу смотреть красивые места и при этом практически ничего не тратить вот это место где бьет родник также тут всякие лавочки летом наверно тут занято а сейчас все свободно может тут какие-то золотые рыбки плавают хотя вряд ли не что-то плещется может быть жабки вот бьет родничок поэтому воды можно набрать вода это не проблема здесь можно что-то приготовить на костре вот такая ухоженная территория но мы пойдем дальше на то место где мы будем ставить палатку ну и вот местечко которое присмотрел вот здесь вид на море севью не прошло и полгода я друг банчика себе нашла вот клещ ползет массатиш трава высокая сейчас красизон для клещей но поглядите поглядите какая красота вокруг все так сижу проходит какое-то время думаю ну можно все таки полежать поворачиваюсь есть тут 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 то ты что 6 штук ну думаю лучше бы я на берегу сидела чем здесь на берегу то их точно нет ты такой боягус я не боягус ну зачем мне это надо ну шо лен и друг уже или есть лену наклони голову красиво из этих клещей кошмар вот вдруг ходит вот на рюкзаке вот накинул петлю теперь начинаем крутить любую сторону крутить об и вот он выкручен я и усики он скрутился не видно есть усики или нет ну что друзья ушли мы с того места замечательного с таким хорошим видом с такой мягкой травкой вот у лены просто небольшая такая паника по поводу этих клещей она их не любит ну я их тоже не люблю вот укусил ее клещ поэтому оставался в комментариях есть хоть кто-то кто может любить клещей будем жарить причем здесь уже кострище есть очень удобно андрей у строителей пошел попросил дров вообще красота там бы у нас не было таких условий так что здесь тоже отличное место и под палатку тоже хорошее место колбаска вкуснейшая сочная жирненькая очень вкусная у нас капает у решили мы еще ко всему и приготовить речки витрюган дует вечерний констанца вечерняя констанца мы подметаем место вот на вот этом пире на вот этом бетоне мы поставим палатку здесь ровненько у нас мягкие надувные матрасы поэтому бетон мы не будем чувствовать а если бы были обыкновенные карематы тоннеры все кости болели потому что уже не раз мы ставили на бетоне на всяких причалах и там потом кости начинают болеть вот наша раз чудесная гречка которую мы вчера вечером готовили так как мы и оставили на улице а сегодня и благополучно налилось вот это все дождь будем есть гречку гречку с дождем да друзья льет дождь и по прогнозу он будет лить два дня этот дождь в этом трипе уже изрядно под задолбал надо выдвигаться ближе к югу там где теплее там где нет дождя но как это сделать когда мы перемещаемся автостопом нам нужно стоять долго на улице здесь все время сколько едем каждый день дождь мы специально остались констанция чтоб переждать его вчера была нормальная погода решили посмотреть город город посмотрели думали что погода устаканилась устроили себе замечательный вечерний ужинный барбекю и вот утром сегодня как начал он лить льет 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 даже не утром а ночью как начался и уже наверно часов 10 а он все идет и идет ну ничего дождь когда-нибудь закончится выйдет солнышко и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok